Столкнулись с небольшой трудностью. Просто открыла Яндекс.Карты. Другой спуск идет уже через город. А низом ужасно стоит. А, я его тоже вижу. Ух, какой он красивый. Доброе утро этим видом. Я закончила влог. И сегодняшним видом утренним Геленджийская бухта я начинаю свой влог. Смотрите, у нас по погоде. На улице тепло. Но облачка над горами плавают. Такой потрясающий, конечно, вид. Я не знаю. Красиво. Мы уже уезжаем. Потихоньку выдвигаемся. Сейчас поедем на корабль Рио. А потом уже домой. Погода такая не солнечная, но теплая. Ракурс отеля, в котором мы остановились. Отель-фаворит. Телефон. Кстати, телефон даже, да. Я просто открыла Яндекс.Карты и посмотрела по рейтингу отель и по цене. Поэтому очень мне он понравился, и мы решили становиться. Ласточки так летают здесь. Я когда еще вечером смотрела, тоже очень много ласточек. Да. И низко-низко они так летают. Очень-очень жарко. Я вообще спать не мог, скажу вам. Честно, я просто... Хотя окно было открыто, но мы побоялись кондишен включить. Соснула, да? Тут у них такие горки и пригорки. То есть вот так вот геленджик вот так вот. И на всех улочках разнутри эти вот сосна. Так, ребята, я включила другую камеру. Сейчас я приближу. Смотрите, вот геленджик и вот слева крест. Это крест называется, как, Дима? Рио-де-Геленджик. Да. А вот, если вы увидите, колесо обозрения вот над геленджиком немножечко правее. И вот эта вот дорога, это получается, что канатная дорога, Дима рассказывает. А вон, видишь, желтые вот эти столбы стоят. И вот как раз по ним поднимается канатная дорога. Ага, понятно. В общем, стабилизация, конечно, эта камера никакой нет, но зато я вам хочу хотя бы могу приблизить, поэтому, чтобы посмотреть. Потому что многие пишут, что я снимаю, но не приближаю. Хочется посмотреть поближе. Тут у нас либо два варианта. Либо будет стабилизация хорошая, вам будет нормально смотреть. То есть ничего трястись не будет, не будет укачивать. Потому что я, когда смотрю, некоторые блогеры просто записывают это просто тряску, невозможно смотреть. Вот, поэтому я стараюсь писать так вот на GoPro. Мы въехали в Кабардинку. Написано было, Кабардинка приветствует вас. Тимницы, отели. Как-то более дачный такой вот. Да, такая более... Атмосфера. Да, да. Я точно. Тут нету высоток, ну, как-то издалека даже, вот когда мы смотрели, когда вот езжали в Кабардинку. У них все маленькие, низенькие такие домики. Мы сейчас, как я понимаю, спускаемся к морю, да? Через 100 метров. Поверните направо. Ну, мы, да, сейчас туда к морю спускаемся, чтобы нам можно было. Смотрите, от Геленджика отъехали всего, ну, я не знаю, минут 20, наверное. И уже тут такая погода. Такое солнышко, да? А вон город за Геленджик, вот за горами прям сразу. Угу. Поверните направо. Пансионат на дым. Газпром. Газпром на дым. Так, сейчас мы тут будем маленькими дорожками кружить. И тоже, видимо, с парковкой видов. Смотрите, машины стоят на той дороге. Да, с парковкой видов. Да. До любой курорт. Покажу, что из себя представляет эта Кабардинка. Уже, наверное, в какую-то курортную зону мы уезжаем, потому что люди вот на море собираются. Сумочками, да, идут. Видите, появились круги. Да. Сразу может. Сразу, да. Значит, море близко. Тоже вот с сумочками идут. С парцемием. Да. Так. Гостиница-столовая номер один. Лемон. Чучхелла висит. Посмотрите, разноцветная. И голубая, и желтая, и зеленая, и рыбка висит. Такая гостиница. Там вот горы. Мясо свежее. Мария. Маркет. Вот. Туда тоже. С этой стороны тоже горы. Видите, на двумя горах, получается, да, Кабардинка. Да. Вот такой вот открытый автобус. Это, наверное, от отеля возят людей на море. Ну, тут, конечно, более оживленный такой тоже. Да. В каждом отеле. Видите, в каждом отеле стоят вот эти вот открытые автобусы. Наверное, все-таки до моря далековато. Здесь семьи, здесь вот люди тренируются, стадион какой-то, спорт. Я смотрю. Это Кабардинка выбирает спорт. Спожа здоровья. Какой-то клуб у них там, значит, это футбольное поле. Мы сейчас проехали большой там. Заметьте, как и Лиджики, вот эти вот деревья стоят. Да. Сосны. Улица Абрикосовая налево. Столовая. Столовая. О, там людей. Это сколько я не сняла. Там такой сквер. Вот сейчас, может быть, проедем. С правой стороны. И они, видимо, до набережной туда спускаются. Так, ребята, мы доехали. Теперь путь вниз. И Дима говорит, где-то километр пешим ходом. Сейчас через скалу надо будет пройти. Через скалу там надо лезть. В общем, куда? Там вид вдалеке. Красивый. Это Новороссийск. Так, вот тут парковка. Ну, мы повыше встали. Тут мы сейчас под горку идем. Там что-то строят. А потом в горку будем взбираться тогда. Такой запах тут стоит. Я решила подойти. Ой, как вкусно пахнет-то, а? Что это за кустик такой чудесный? Ой, запах на кацу чем-то похож, но он такой более сладкий и более какой-то такой выраженный. Ой, как вкусно. так. Вот тут уже таблички висят корабль Рио. Пойдем. А, сюда нам, да? Да, сюда. А люди куда-то вниз пошли. Люди сюда пошли. Угу, пойдем. Через кемпинг будем проходить. Посмотрим сейчас, возьмутся у нас деньги или нет, потому что разные ходят слухи вон дар найти. А вот корабль Рио направо. Да? Пойдем. Так вот. Вот это мой оружный, продвижение. Это благоустроено, так как все. Здесь буксы, палаточки, всякие красивые номера. На катерах так уже гоняю, да. Море чистое-чистое. Посмотрите, какое море. Мы сейчас вниз спустимся и пойдем тогда вдоль моря. Кстати, здесь надо сказать, что это единственный путь, такой, можно сказать, самый легкий спуску к кораблю Рио, потому что другой спуск идет уже через горы. Там, конечно, тоже очень красивые виды открываются и по лесу такому можно прогуляться, но здесь, если вы с детьми едете, то здесь самый оптимальный вариант. Угу. Спросили у нас добрый день, вы дарил идете? Потому что тут тогда будет платный пляж. Если бы мы здесь остались, то нужно будет за все это платить. Как Дима уже сказала, тут разные кемпинги, разные палаточки. Я думаю, что многие люди сейчас, наверное, тоже идут вместе с нами. посмотрите, это тоже как видите. Еще один. Красиво можно позагорать, покупать. Видите, даже подход к морю есть. Еще один момент. Люди часто вот в интернете информации мало было. Я искал, как пройти сюда, чтобы можно было с ребенком и не так опасно. постоим. Да, вот. И здесь писали, что здесь проход был платный, 200 рублей стоит. но вот мы прошли без вопросов. Сбоку прям скалы есть проход, там табличка к Рио. И по лесенке спускаетесь, никто не останавливает, все в порядке. То есть можно пройти бесплатно. А Рио к Рио тоже можно подойти бесплатно, но там вроде говорят, что если хотите подняться, то там уже платно. Цены говорят 500 рублей. Проверим, сейчас спросим. Да, но мы наверное не будем подниматься, мы просто посмотрим. Теперь мы по камушкам и по камушкам мы пойдем. А вот тут пляж, как я вам показывала, вот, а мы спустились оттуда. Кто хочет покататься? Тоже представляете. и сколько людей! Да, смотрите, идем вдоль скалы. Так, мы столкнулись с небольшой трудностью. Посмотрите, нам нужно перейти вот эту скалу, то есть получается нам нужно будет снимать кроссовки, потому что тут, видите, как-то так не получится пройти. Или когда волна пройдет, сейчас Дима понесет Сашульку, я сама пройду. Тебе придется снять, да, кроссовки. Тебе надо их снять и посмотреть, что там. Не холодно тебе? Нормально? Ну, Сашка тут сказала, что там не холодно, наденьте мне кофточку, а на улице, между прочим, минутку. 35 градусов. Ну, в тенечке, поменьше. Сейчас Дима пройдет. Ты там красотки свои оставь с этим, с чемоданом. Вот так вот. Ну, что, там много? Нет. все, дочка, мы теперь остались одни, папа ушел. Куда? И я снимаю кроссовки. Ой, господи, приключение. Новое приключение, я нажду у друзья. раздеваемся. Переваливай руку. Так что, идем. А-а-а, холодно. А, нет, все, 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 все. Все. Вот так вот. Все, ничего. Сашулька меня тут встречает. Спасибо, мой маленький. Очень такие вот путешественные. А он, что-то погруз, я его вижу. Уже видишь, да? А, я его тоже вижу, да, дальше вроде будет ничего. Вот люди тоже обходят. Все, сейчас одеваемся только ко мне. Мы перешли этот брод, да, уже обратно оделись. Кто хочет ботинки напрокат, здесь все есть. и мы уже да, шкала действительно страшная, смотрите. Все, идем дальше. Впереди уже показалась мачта сухогруза. И там ездят Камазы, расчищают дорогу. Мы смотрели, что там тоже дорожку делали специально. Сейчас посмотрим. морская гладь так красиво. Очень красиво. Лена, здесь? Посетить один раз как минимум, я думаю, стоит, да? А тем более, что его могут распилить, тогда уже вообще не увидишь. Ну, говорят, здесь еще в 2007 году, или раньше, уже забыл я точную дату, точный год, что был еще один корабль, который сел на мель, его распилили, а это уже второй. Кожа к нему подбирается уже. Давай ручку! Саша говорит, я что-то подбаюся. Да нет, все, там уже благоустроенный дед. А там уже смотрите, да, там уже они, самый был тяжелый участок с камнями. это буквально там сколько мы прошли, это там метров 200, наверное. Очень комфортно здесь идти, я бы не сказал, что тут прям Внимание, прохода нет, сейчас на охране матери той. Вот тут отсюда было удобнее было бы, конечно, спускаться. Посмотрите, тут лестница. А тут заход в море. Заход в море, я думаю, что тут какие-то, видишь, судна какие-то небольшие могут подплывать, раз так сделано, да? Смотри, нет сюда. Хотите потрогать? Посмотрите. А, у тебя в носке? У меня в носке грамя. Здорово. Это надо так одеть фото. Я думаю, что такое. С этой стороны граффити уже. Наверное. А вот, Саш, не ходи сюда, Малюнь. А с той стороны вон пирс, то ли тут купаются. Ну, корабль сюда не зайдет, потому что здесь мелко. рыбка плавает, я отсюда вижу. Здесь с пирсом можно и рыбку плавить. А вот техника работает, как раз они расчищают дорогу. Так, ребята, а вот мы наткнулись на катализацию, которая уходит в море. И она прорвалась, эта труба, и тут такой запах неприятный. Вонизм ужасный стоит. Видите, вот она на море. Да, а вот она идет сверху. Вот она. Все отходы вот эти вот стекают. Фу, пойдемте побыстрее отсюда, очень воняет. Потому что в море идет. Вон она, дальше в море это. А там тоже прорвалась, смотри, вам видишь, там где вороночка такая, вон образовалась. Так мне жалко это все, понимаешь, как же это в море-то можно. Какие должны быть очистительные системы-то. Видишь, у нас все проще в России. Вот, смотри, смотри, забулкала. Вон она, видите, булькает, вон там. Вот эта тут оптанная дорожка. Вот по ней мы сейчас и прошли. Очень комфортно стало. А в прошлом году или позапрошлом тут камни такие же были. А вон он, видите, вот он, показался. Это Рио. Корабль. Сейчас поближе подойдем, я думаю. Но на самом деле больше, чем кажется. Столько видео смотрела и казалось, что он прям, ну, как-то вот на видео все-таки уменьшается. люди стали купаться, собрались около Торио. Здесь хороший пляж. Кораблистовый. Я здесь воду вам показать. Смотрите, вода цвета молока. Красивая. Где мы камушкину. Тут люди, кстати, собрались купаться. Интересная, да, здесь? Да, красивый цвет. Из-за того, что, наверное, перемешивается, мутная становится. Наверное. Прям белая. Да, белая-белая, как молочко. Вон, купаются. Вон там, подальше. Сейчас, зайдем. Что-то как-то в этот раз у Рио не очень многолюдно. Просто обычно посмотришь, там людей. Мы приехали. Сейчас 9.36 по времени, да. Варя-белая, поменьше на росте. Днем много. Скупается. Да, дикие пляжи. Никого нету. Пожалуйста, никакой тины, ничего. Морьница идет. Скупайтесь, фотографируй. Скупайтесь, фоткайтесь. Ну что, мы дошли. Это те. Рио написано. Еще какие-то номера уже стертые. Огромный корабль. У них даже там, смотрите, маленькая лодка висит. Очень большой. Жалко, конечно. Надо же, такая махина на мель села, да. Я вам даже передать не могу. Он намного больше, чем кажется по видео. Ходим, Наверх мы не будем забираться. Вон там человек стоит наверху, который нам деньги собирает. Говорят, там смотреть нечего, там все ржавое. Но отсюда, конечно, походим, посмотрим. Ну как, маленький? Ты по сравнению с ним букашка. Смотрите, Дима с Сашулькой. И вот он какой. Поворот. Направление. А он там сверху написал Панама. Панама. Сумпервентюра, что там Панама. Офигеть. Ну я смотрю, он уже в таком плохом состоянии находится. Ну его уже, наверное, даже если его как-то вытолкают отсюда, наверное, уже все. его говорят на распил будут пускать. Ну на металлолом. Смотри, тут даже ступенечки есть, да? Да, забираться если что-то чинить. тут уже ракушечки маленькие. Конечно, все это уже в таком плачевном состоянии, потому что стая львё, да, не говорила. Скала какая, я отсюда прям посмотрела. Вот так вот мы пришли, вот так вот вдоль, вдоль, вдоль моря. Вот тут вот мы огибали, раздевались и вот туда вот. Море, конечно, тут очень красиво. Вон, посмотрите, какой здоровый получается корабль. на фоне Ленусь Сашулька идет, а вот сам корабль. А я посмотрел, вон даже шлюпка осталась, шлюпка. А посмотри, у него камеры стоят. Где? Он на палубе. А, да, камеры стоят. Ну, отсюда их не видно будет. Вот, обзорная экскурсия сейчас вот. Вот так вот он выглядит. Очень здоровый корабль. Здесь все в граффити и прям, из камушка подход к нему сделали. Раньше он в воде стоял, и сейчас накидали, чтобы можно было подойти. И любители порисовать тоже воспользовались этим моментом. Вот лестница наверх, кораблю можно на корабль подняться, но там уже сидит, по-моему, охранник. типа касса у него там собирает денежку. Народ потихонечку подходит с той стороны заход. Вот с той стороны как раз заход со стороны скал. Там получается вот как раз по лесу все пройти, но там спуск очень такой серьезный. А мы пришли вон оттуда. Там тоже люди потихонечку подтягиваются, но там уже спокойно можно пройти. говорят, а вот может быть, но мне кажется, дальше что-то и с той стороны деньги не взимаются. Мы так прошли. Сейчас посмотрим с той стороны корабля. Да, грамины, конечно. Очень большой. С той стороны якорь прям остался там. Очень красивая вода. Прям хочется действительно искупаться. вот корабль сам с этого ракурса. Ух, какой он красивый. Здорово. Один якорь вон повис, другой убран. А вот ленусь с посолькой на фоне корабля еду. Да, громадина. Рапан? Камушек красивый? Я говорю, надо какой-нибудь камушек найти, чтобы у нас маленький. я говорю, сейчас снимаю вас на фоне корабля, вы просто посмотрите. Ну-ка, красивый, разноцветный. Давайте на слово. Мне кто-то посоветовал, я рассказала, что хочу, чтобы они блестели, там, думаю, лака может быть покрыть, а мне посоветовали кремом, просто помазать кремом для рук. жирный, да, будет свой, и они будут такие блестящие. Тут у нас привальчик небольшой, туточки столик, сашулечка гуляет, здесь кораблик стоит, а я сейчас попробую подняться вон туда по горе вверх, к лесу вот этому, сосновому, и попробую сверху снять для вас корабль. Да нет, я потихоньку, здесь можно подняться, сейчас я поднимусь, а потом вот такая тут дорожка, а потом тогда сниму. Как здесь тут красиво. Вот отсюда похоже приходят люди, и вот здесь вот спускается, вот здесь вот есть спуск вот такой вот, ну можно сказать импровизированный. Посмотрите, он там линусик сидит на камушке, вон внизу сашулечки пошли к морю, а здесь отсюда уже вид совсем другой открывается. Сразу видно контраст моря, корабль уже отсюда смотрится по-другому. Смотрите, как красиво. Вот он сам корабль, как выглядит. Ну, честно сказать, просто очень контрастно, необычно. Я думаю, что один раз сюда все-таки стоит приехать и посетить это место, тем более, что если это действительно информация окажется правдой и корабль скоро распилит. ну, возможно, на его место придет другой, конечно, и будет такая же экскурсия, но можно пользоваться моментом, пока здесь такой красивый корабль стоит. Еще попробую чуточку повыше подняться, показать вам. Ну, склон здесь, я бы сказал, я вот здесь бы поднялся легко, но с ребенком действительно здесь лучше не ходить, не гулять. ой, какая красота, здесь просто вот даже вот корабль, а вот это место красивое. Ой, здесь просто даже пройтись погулять, люди, конечно, бросают мусор, посмотрите, здесь, я так понимаю, скорее всего, то ли останавливаются кемпинг какой-нибудь или еще что-то, но мусора, конечно, набросано ужасно. Люди, берегите природу, не засоряйте. такие красивые места. Ох, действительно, тут вот уже подъем такой серьезный. Сейчас я... Опа! Здесь есть лавочка, где можно посидеть. Ну, здесь уже так корабль не видно, но здесь очень красиво. У мусора тоже навалено. Воздух здесь свежий. Отошел немножко правее. Здесь уже вот с этой стороны сейчас пройдусь. Там уже горы открываются. А вон... А вон, откуда дорога идет. Интересненько. Сейчас посмотрим с вами. Тут, говорит, еще и змеи есть. Да, поаккуратней. А вон, открылись горы. Опа! И вон она, дорога идет. Смотрите, откуда люди-то приезжают. Оказывается, вон оттуда как-то спускается. Но это может быть новая какая-то дорога. Может, специально делают подъезд, чтобы люди подъезжали прямо сюда на машинах. Тогда здесь будет побольше туристов. Просто не все готовы спуститься через такой склон или пройти достаточно длительное расстояние по камням. Хотя, сейчас дорога там стала достаточно комфортной. Вот такой вид открывается уже вот отсюда. Кораблики плавают. Вот здесь сухогруз риву стоит. И вот прекрасный сосновый лес. Ладно, я потихонечку спускаюсь. Оп! Да, склон здесь действительно такой крутой. Аккуратно, если то, можно и спуститься. Но лучше без детей. Походимо гулял по лесам. Полям. Я тут нашла в Википедии историю про этот корабль. 12 декабря 2018 года вот этот вот ненастный день произошел, когда он сел на отмерь на побережье Черного моря, разыгрался нешуточный шторм и высота волн достигала 5 метров. Сухогруз находился на якорной стоянке Новороссийска номер 416, когда у него оторвало якорь и он начал дрейфовать в сторону берега. Несмотря на запросы капитана судна помощи в буксировке в шторм ему помочь не смогли корабль выкинула на берег ширина 22 метра длина 146 метров а осадка почти 5 метров несмотря на то, что визуально корабль не имеет повреждений снять с мели его крайне сложно а стоимость таких работ может быть сопоставима со стоимостью самого корабля вот небольшая история кстати вот туристы начинают прибывать начинает с ним сфотографироваться но он действительно конечно огромный и вот Дима отдыхает Сашульчик тут около моря я сижу на камушке морем кораблем погодка замечательная утром такие облачка были сейчас все это разыгралось тепло комфортно сейчас уже потихоньку наверное будем двигаться обратно вверх до машины мы зашли в кафешку поднялись по лестнице от корабля Рио вот по этой лесенке и зашли в кафешку Сашка у нас обалдеет ну как Сань нормально нормально нравится тебе здесь да деловая мания нашла себе хорошее местечко да в кене очень сидим в таких удобных креслицах после того как по камням полазили просто великолепно и смотрим вот на море на верандочке потом пойдем на детскую площадку покажем что там у меня здание Сашка у нас там в качельках тут конечно либо красивый вид либо туда идти а там вон горы да там горы смотрите Новороссийска они все в тумане в каком-то тут там облака и дочки спасибо большое линуська заказала латте или латте как правильно я заказал молочный коктейль сникерс сашку прогнала нет нет не прогнала она говорит хочешь попробовать я говорю хочу усевая теперь я отсюда ой какая красивая подача ой сейчас как я сахаром не пью но сахар всегда забираю с собой вы помните да путешествую смотри какая круче красивая смотри три этих сделали вкусно сливочный такой вкус как мороженое садись тебе блинчики смотри с вареньем принесли попробуй коктейльчик попробуй не бойся он горящий холодный нет он даже не холодный так шоколадный будешь садись кокошка в которой мы сидели называется пальма вот нам мы посидели нам дали вот такие браслетики и мы можем на территорию отеля пройти посмотреть прогуляться это отель называется скала он как приближен к ну как понимаю как живоприроде уединение какое-то вот люди там бунгало можно снять у них я не знаю где они правда находятся у них свой пляж вот он каменистый но там очень удобный спуск вот мы сейчас пройдемся прогуляемся посмотрим а вон они смотрите да да видите какие палатки красивые там это вот снимают здесь ага ну они знаете они просто тэн да какой-то тэн а есть деревянные домики красивые деревянные да есть просто палатки там качели какая-то девушка из пианино пойдемте все посмотрим а так сюда ну пройти нельзя как я понимаю да только если поселить покушать в закрытой территории только вот для жителей отеля либо кто в кафешке посидел я думаю что у них тут живая музыка потому что посмотрите какое ловное место да вот люди приходят наверное вечером у них играют да можно послушать смотрите руки торчат прямо с земли пальцы а вот такие представляете да как как дорожку да держит торчат и самое интересное это сделано из камня посмотрите они каменные это выточенные да ну как туда скорее всего пальцы смотрятся вот так вот девушка из ротанги какой-то лоза какая-то не знаю из лозы красиво сделано так руками нельзя трогать иначе можно расплести да вот есть вот видишь увлекается кто-то делает мы когда отдыхали на селигерия всей вот компании Дима тоже был у меня родители были там тоже было все из дерева сделано там видимо плотник какой-то был мужчина все кровати кровати вот прям собственно руль и вот я чувствую что там тоже сделано вот сашка уже углядела горку я пойду на горку сейчас дойдем здесь спуск может быть кто-то и жарит а потом кушает да здесь нет я думаю здесь ты вот видите сделано специально для туристов для гостей наверное отеля кемпинга как правильно называть может быть да не знаю вот и здесь вот такая вот зона барбекю здесь мангальчики стоят сразу столики и у моря можно спокойно пожарить шашлык и перекусить какая красивая скульптура а сверху вот мы сейчас подойдем повыше здесь будет тренажерный зал и здесь все гантели они сделаны из дерева так здорово очень здорово и здесь детская площадка сразу посмотрите веса сделаны да и вес даже бочоночками да и вес даже гантели написан ну-ка раз примеримся ну клянусь сейчас покажем класс большой Дим 19 2 по 19 ты тогда рюкзак свой сними вот это давай только не корпусом не корпусом ну-ка а теперь а теперь вот это а да а это для чего а это тоже вот так вот руки сюда просовываются да вот так вот держится ну мы на спорте на море ну-ка смотрите что-то какую-то маленькую да нет это тоже и Саша с папой ну-ка Сань давай становись смотри раз два три четыре пять шесть сетя забралась на детскую горочку такая она тут небольшая и домик даже есть смотрите подзорная труба привет теперь вот это на себя а эту вот так вот сильнее давай 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 ага во сильнее давай я тебе помогу застряли вот теперь приподнимай вот так вот и сюда теперь вот это так на себя на себя на себя так ребята Дима пошел прогревать машину а мы с Сашелечкой в тенечке встали и увидели вот такую смотровую площадку я не знаю что это такое но вот тут все огорожено и какая-то стелла поднимается не не знаю что написано сейчас пойдем поближе посмотрим а так погибшим при кораблекрушении адмирал Нахимов 31 августа 1986 памятный знак сооружен в 1987 году архитектор Бабаджан И.А. вот тут пройди а я вот здесь почитаю ладно что тут написано тут написано все фамилии имена памятник жертвам катастрофы пассажирской теплохода адмирал Нахимов пассажиры вот с этой стороны экипаж это видимо как спасательный круг да получается вот этот круг символизирующий и вот так вот в небо уходит стелла часы часы 11 неправильно показывают может быть они не ходят может это как остановившиеся часы и роза одна так вот и здесь зайчик вот тут строят отели рядом очень много планов какие будут отели ну тут конечно место красивое ты там не подходила не смотрела зайчка ну вот что там за вид открывается ой какие-то что-то ой мух то сколько смотрите что-то тут мух то правда стоп это не мухи это осы по-моему Саша тут осятник быстрее входим это осятник мамочки мои сейчас они меня тут все покусают там осятник это не мухи это осы и осы сейчас мы я убежала хорошо и осы они вот в этих отверстиях живут прокопали и видели да сколько там ужасно много попробуем давай с этой стороны обойти тут даже стоят в аренду самокаты я всю Диму склоняю говорю давай давай самокат возьмем я говорю ты Сашульку а я сама по себе вот видите для малышей можно ухватиться да то есть вот так вот они вдвоем встанут где-нибудь покататься попробовать но он что-то как-то не хочет говорит что тут тяжело равновесие держать ну не знаю попробую вот так вот встать ну да тут он стоит на этой штуке равновесие да тяжело будет держать пойдем наверное папа уже в машину да прогрел в общем вот тут все огорожено косятнику да косятнику мы не пойдем люди спортом занимаются бегают жарко стало достаточно так а мы сейчас пройдем вот по этому тенечку вон папка наш стоит вон в тенечке сгорает тоже наверное машину поставила на прогрев потому что машина стоит на солнце и просто как раскаленная печка печка поэтому там очень жарко ну что на сегодня тогда закончу влог он очень будет большой насыщенный вот не знаю будем ли продолжать или нет влог хотя мы сейчас в бау-центр планируем поехать так что смотрите продолжение завтра этого дня но мы с вами на сегодня наверное прощаемся всем спасибо за просмотр спасибо что были с нами спасибо что шли крио вместе с нами надеюсь вам понравилась небольшая экскурсия всем до завтра и всем пока-пока всем пока-пока 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 Субтитры подогнал «Симон»